Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Dave the Diver. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать комментарии, конечно же, дорогие друзья, потому что сегодня мы будем с вами, опять же, делать очень много разных всяких интересных вещей. Итак, начнем с чего? Начнем с того, что отправимся в приложуху iDiver и немножечко подзакупимся. В частности, я хочу чуть больше... Блин, хочу ли я больше кислорода? Наверное, хочу все-таки. Больше кислорода, значит, что я больше могу находиться под водой и позволить себе, ну, как-то более челово к некоторым мечам относиться. Так, все остальное мне, в принципе-то, особо и не нужно, хотя я могу прокачать хаш-дарт для того, чтобы еще более крутым был мой усыпляющий дротик. Нормально, нормально, хорошо. Ну и я думаю, что можно заныривать. Давайте попробуем все-таки найти эту табличку морских людей, и я думаю, что это все-таки наша первая самая цель. Я до сих пор не помню, где она находится, честно признаюсь, но надеюсь, что что-то из этого все-таки выйдет. Фу, помню, как в прошлой серии я только нырнул, и сразу же появился огромнейший кит прям на фоне. Это было, это было прикольно. Ну, а сейчас мы с вами... О, логер хэд... О, какую-то черепаху он нашел. Давай сфоткаем, давай сфоткаем, почему бы и нет. Я, кстати, ее почему-то до сих пор не вижу. Какую черепаху тут имел в виду, блин? А-а-а, вижу. И нужно ее сфоткать, пока она ест... Так, оп. Нормально, когда она ест медузу. Хорошо, забираем себе. Красивая фотка получилась, что я могу сказать. Черепаха, так сказать, решила закусить медузкой. Нормально, почему бы и нет. Так, а мы тем временем отправляемся дальше. У нас есть дротик снотворный, и... Давай, в принципе, посмотрим, что здесь есть. Почему бы и нет. И у нас есть глайдер. Замечательно, это то, что мне было нужно. Теперь посмотрим, что у нас тут. Может быть, что-то еще более интересное будет. Здесь снайперская винтовка. Да не знаю, мне она не то, что сильно нужна. Я думаю, что мы с нее обойдемся. Так, ладно, поплыли дальше. Надо искать, опять же, эту табличку морских людей. Ребят, это реально большая проблема, потому что я без понятия, где ее можно найти. Ну что, ребят, поплавал я тут нормально так. И нашел, наконец-то, нужный нам регион. Он на 90 метрах всего лишь. Не надо было слишком глубоко плыть, чтобы уж найти, так сказать, нужную нам табличку. Окей, хорошо. Главное, что мы теперь здесь. Это, конечно, заняло немножко времени, мягко говоря. Но зато она теперь у меня есть. И мы можем все это использовать для того, чтобы создать переводчик. Для того, чтобы понять, о чем же говорят морские люди. Я считаю, что это уже огромнейший плюс. Хм. Единственный вопрос, что мне сейчас делать, это возвращаться обратно, что ли. Потому что, в принципе, я... Ну, давай, наверное, половим рыбок, которых можно усыпить. В принципе, наверное, это будет довольно прикольно. Чисто подсобрать всякую мелочь, которую раньше я не собирал. Ну, просто, чтобы у нас была она дополнительно. Вот, трехзвездочная, почему бы и нет. Я считаю, что для коллекции, в общем-то, подойдет. Мне кажется, эта идея хорошая. Усыпи вообще красивая, я считаю. Тоже неплохо получилось, конечно. Забираем здесь. Ну, мина мне не нужна. Сейчас эта рыбка уснет, мы ее тоже заберем. Макрылька обычная, ничего в ней такого нет. Ну, просто, просто для коллекции. Так, ну, я думаю, что можно потихоньку возвращаться обратно на наш корабль. И будем, наверное... Я не знаю, что, может быть, нам новый квест дадут. Потому что мой следующий квест, он, в принципе, на ночную рыбалку. Поэтому мне особого смысла нет, мне кажется. Туса... О, акулка. Блин, может быть, гасануть акулу, я вот думаю, в принципе, делать все равно особо нечего. Это довольно быстро получилось у нас. Быстрый заплыв, так сказать. Почему бы не гасануть акулочку, как вариант? А почему бы и нет? Просто вот поджигаем, так сказать, ее немножко. О, нормально. О, ну, ребят, вообще изи. Уже даже не чувствую, честно говоря, уничтожение акул. Хорошо. Ну, у нас голова акулы теперь есть. Есть немножечко мяса. И я думаю, что можно уже спокойненько всплывать. По дороге пропылесошу все, что найду. Потому что места у нас много в инвентаре. В принципе, да, я думаю, что нормально. Так, хорошо. 39, 38, 37. Но, ребят, 15 метров, я думаю, что без проблем. Главное, что добыли то, что нам было нужно. И можно теперь спокойной, спокойной душой отправляться на корабль. Так, что нам скажет доктор Бейкон? Надеюсь, что он будет очень доволен. Вот он уже сразу же приплывает. Как же без этого? Здорово, здорово. Да, все добыл. Хорошо. И этот переводчик он мне скоро сделает. Слушай, а как скоро? Мне вот что, отправляться к банчу или что? Потому что у меня-то, в принципе, дел особо нет. Так, отлично. Винтовочку мы можем, будем проапгрейдить. Это все отправляем в ресторан. И да, мы, кстати говоря, же сфотку сделали. Очень даже красивую. Почему бы и нет? Здорово. Получаем дополнительные деньги. Это замечательно. Так, банчу вроде доволен. Все хорошо. Слушай, ну, честно признаться, я реально не вижу смысла в втором заходе. Давай, наверное, скипнем время. Ок. Просто посидим, почитаем. Ничего особо делать не надо. Позагораем, так сказать. Если сейчас будет вечер, то как раз таки будет отличный момент для того, чтобы еще разок занырнуть. Нам нужно все еще сделать, ребят, особый квест. А именно поймать вот этот морайкарги. Для этого нам нужно, да, отправляться, к сожалению, на ночную рыбалку. Ночная рыбалка мне не особо понравилась, как вы помните, по прошлой серии. Потому что здесь особо ничего не меняется. Просто добавляется одна рыба, которая, в принципе, особо толку от нее нет, кроме как для выполнения квеста. Но, чтобы этот квест выполнить, я думаю, что сделать это мы можем. Так, хорошо. Это какой-то этот уксус нам черный дали. Хорошо. Ой. Это не топ. Погоди, погоди. Игра. Успокойся, игра. Почему? Я ничего не нажимал, он просто едет вниз почему-то. Не знаю, что произошло с игрой. Забаговало немного, но я как раз таки нашел нужную нам рыбу. Хотя бы в этом плюс. Уже хорошо. Соответственно, усыпляем ее, чтобы она у нас была трехзвездочная, красивая, хорошая. И берем себе. Замечательно. Кстати, я не помню, вот эта медуза, я ее вообще встречал раньше или нет? Я думаю, что можно ее тоже усыпить на всякий случай и взять с собой. Вреда от этого точно не будет. Дополнительный, как бы, бонус вполне себе нормальная тема. Бокс Джеллифиш ее зовут. 5 килограмм всего лишь весит, поэтому спокойненько ее берем себе и погнали наверх. Тоже долго рыбачить сейчас не будем, ребят, потому что смысла особого нет. У нас довольно много рыб и так. Так что я не вижу особого смысла напрягаться на этот счет. Все. Главное, что мы поймали вот этого угря. Это было очень важно. И теперь мы можем возвращаться в ресторан и приготовить специальное блюдо нашему клиенту. Вот этому привередливому. Хорошо. Кстати говоря, у нас есть немножко денег, мне кажется. Мы можем попробовать улучшить немного ресторан, раз уж такое дело. Например, каменная кладочка. Слушай, мне нравится. Красиво выглядит. Давай купим. Красивенько. Вообще нормально. Очень стильно, я бы сказал. Стулья. Ну, блин, не знаю. Мне нравятся наши стулья. Мне они нравятся. Потолок у нас и так новый уже. Это у нас только одно. Здесь только одно. Ничего интересного нет. Ножи висят. В принципе, норм. Можно купить. Почему бы и нет? Ножечки такие в честь банчо нашего повара. И... Ну, осьминог. Ой, осьминог, говорю. Снеговик. Как-то мне не очень нравится. Не будем его покупать. Так, кстати, мы можем по ходу дела в Куксте прокачать наш ресторан. Уровень нашего ресторана. Я так смотрю, что лайков у нас много. Поэтому можно качнуть его себе. Ой, критики, кажется, пришли. Кукста рейтинг повышен. Замечательно. Не знаю, кто это. Обследуют наш ресторан. Смотрят на него внимательно. Соевый соус оценивают. Ребёху тоже. И... Ну, давайте. Свой вердикт. Да. Е-е-е. Серебряная, наконец-то. О, и у нас новый рецепт теперь есть. И слот меню. И мы можем нанять ещё одного человека. И васаби. Ой, сколько всего хорошего, ребят. Но нам теперь нужно идти на золото. Для этого у нас должно быть 100 фолловеров на Куксте. Надеюсь, что вы уже подписались, друзья. Так, и давай, конечно же, себе исследуем все необходимые ингредиенты. Точнее, рецепты. Чтобы мы могли готовить всякие разные карри, например. Как раз таки карри мы изучили. Это роллы мы изучаем тоже. И какой-то очазуки. Не знаю, что это. Но тоже нам, конечно же, подойдёт. Так, хочу ли я нанять кого-нибудь, ребят, ещё? Да, блин, на самом деле, я думаю, что нам и так хорошо пока что. Поэтому не будем этого делать. Карри. Да, я думаю, что мы поставим карри. Потому что у нас клиент вредный вот этот хочет его. Давай поставим. Вот это я хочу улучшить. У нас из кораллового окунька. Сделаем себе ещё. Ещё прокачаем. Я очень люблю прокачивать. Вы прекрасно это знаете. Потому что за прокачку дают больше денег. Это всегда хорошо. 117, например, вот сейчас за вот эту сушину. Поэтому, мне кажется, это отличный вариант. Так, здесь у нас... Давай ещё качнём. 22 монеты всего лишь. Но это маловато. Из макрельки 27 тоже маловато. Но надо не забывать про то, что нам, в принципе, нужно всё-таки заполнять менюшку. А то может такое оказаться, что в итоге не из чего будет выбирать нашим клиентам. Поэтому давайте всё-таки что-нибудь поставим. Сушики всякие. Вон голова акулы. И титан-трагерфиш мы тоже суши сделаем. Всё. Готово. И я думаю, можно открываться. Поехали. Поехали. Я готов. Так. Вот наш привередливый клиент. И ему я могу подать... Так. Я что, опять ничего-то не так сделал? Я же приготовил это карри. Почему? Блин, по ходу дела надо было просто эту рыбу оставить в инвентаре. И она автоматически... Мы могли бы ему её давить. Ой, блин. Ну, косяк. Ну, косяк. Придётся опять отправляться на ночную рыбалку, по ходу дела. Потому что... Ну, именно я ему, по ходу дела, подаю эту рыбу. Не банчо её делает, а именно я. Поэтому, по ходу... Да, нужно было эту рыбёху оставлять. Так, давай. Я помогу немножечко. Почему бы и нет? Пока время есть. О! Могу ему дать эту... Давай! Я знаю, что там клиент был другой, который её заказал. Но я лучше сделаю так. Потому что это квестовый клиент. Я хочу, чтобы он был доволен. Блин, прикольно. Видимо, его эта еда просто перенесла в детство. Может быть, ему бабушка готовила что-то подобное. Прикольно, прикольно. Это вкус, который я помню. Еда приносит воспоминания. Ой, мне было 12 лет. Это прикольно, конечно. В любом случае, ему очень понравилось. И миссия выполнена. Другой вопрос, что я не знаю, смогу ли я теперь... О, здесь какой-то подарок нам сделал. Смогу ли я теперь выполнить квеста вон той женщины, которая заказала то же самое блюдо. Ну, вот как-то так, наверное. Да, хорошо. Ой, блин, сколько всего надо готовить. Сколько всего... А, он ушел уже. Блин, да что ж такое-то все поуходили. Блин, я думаю, что сейчас мы получим минус баллы. Ну, я старался. Я старался. Мы не так много заработали. 500 монет. И у нас очень сильно упал рейтинг. 3,7. Надо будет стараться лучше в следующий раз. Я думаю, что надо нанимать, ребят, нового официанта. Потому что мы вдвоем уже не справляемся. Я пока там занимаюсь пивом и чаем. Наш второй официант не успевает тупо разносить еду. Эх, ладно. Я думаю, что наймем в следующий раз. А тем временем мы нашли переводчик. И теперь с помощью него мы можем перевести, что же говорили морские люди. Хорошо. Замечательно. Давай. Так, что там дав хочет? Так. Окей. Нравятся ли тебе пушки, спрашивает? Ну, нормально, в принципе. Но он может улучшать наши... А, так я это уже делал, чувак. Я это уже делал. Спасибо, конечно, за инфу. Но я уже, в общем-то, все прокачивал. Да. Да, это я уже делал. Блин, да что ж все звонят-то мне? Бери лодку и подплывай к ресторану, говорит. Нифига. У меня какое-то особое место для рыбалки хочет позвать, что ли? Давай посмотрим. А что, в принципе, переводит... Ух ты. Офигеть. Это ферма для рыбы. Ты сделал много, чтобы поймать рыбу. И эта ферма, я ее закончил вчера. За один день, он говорит. Ну, это, конечно, вряд ли. Так, и что? Ну, ферма для каждой рыбы нужна особая среда. Так, эта рыба живет на глубине от 0 до 50 метров. Каждая секция, ну, ограниченное место есть. И когда будет 100%, мы не можем туда никого поставить. Но если заплатить денег, то тогда будет можно. И там есть камера, так что мы можем посмотреть, что же происходит. Это аквариум, это чисто аквариум. Красиво, да? Я добавил несколько рыб, чтобы было с чего начать. О, как раз Дэйв говорит, что это и есть аквариум. Так, и что можно сделать? Их можно будет ловить. Так, хорошо. Их можно отправить в банчу суши, чтобы... Или продать. Если даже не получится поймать что-то в течение дня, то можно просто использовать нашу ферму. Но как можно ее туда добавить? Можно собирать яйца рыб? Вы что, серьезно? Если мы добудем рыбу живую, то можно собрать ее икру, видимо. И эти яйца можно будет отправить... Ну, да, это, скорее всего, имеется в виду икра. Хорошо. То есть мы можем... Реально надо собирать, получается, живых рыб, ребят. Я не зря это всегда говорил. Нужно реально собирать живых рыбех. Это факт. Это реально факт. Окей. Будем стараться. Come on, just wait a day. I'm sure new fish will be waiting to greet you tomorrow. Ну, короче... А, я понял. Нам надо вот сюда вот. Давай. Окей. Слушай, хорошо. Это очень прикольное обновление. Это получается, что мне действительно нужно больше ловить именно живых рыбех. Я думаю, что да. Так, скорее всего, мы и будем делать. Так. Ну, что? Теперь мне нужно отправиться... Давай сразу возьмем себе глайдер. Всего лишь 10 монет. Он нам пригодится. И думаю, что отправимся. Попробуем перевести, что же говорили морские люди. Фу. Ну, неплохо. Неплохо. Опять же, я доволен. Новая ферма. Это клево. Новое блюдо приготовили. Тоже клево. Да, мы немножко понизили рейтинг нашего суши. Но, ребят, я думаю, что в следующей серии мы его повысим. Потому что на самом-то деле основная проблема была в том, что было, честно, мало людей. Честно, просто мало официантов. Меня и второго человека не хватает. Нужно, нужно больше. Слушай, раз уж нужны живые рыбы, я вот думаю, может быть, тогда уж этим и заняться. Ай, тут не совсем живая получилась. Я просто думаю, что патроны нам в любом случае будут попадаться. Поэтому почему бы мне не ловить рыбех так или иначе. Раз. Давай ее тоже. Сюда. Два. И три. Найс. Так, первая ты. Вторая ты. Третья ты. Замечательно. Замечательно. То, что у нас нет патронов вообще. Ух ты. Что это за лодка там? Слушай, прикольно. Как будто бы немножко изменилась карта опять. Я не знаю, вот как будто бы после каждого квеста она реально немного меняется. Точно не уверен, но есть такое ощущение. Можно меня оставить в покое, пожалуйста? Пожалуйста. Не лезьте ко мне. Я не хочу с вами драться. Вы мне нафиг не нужны абсолютно. Пробую просто от них уплыть нафиг. Так, хорошо. Мне бы кислородика, кстати, а то я уже сотку кислорода просто потратил нафиг. Вообще не почувствовал даже особо. Но мы плывем вроде бы в нужном направлении. Мы скоро отправимся как раз таки в вот эту морскую пещеру. Так, вот как раз таки кислород. Я вообще не останавливаюсь, ребят. Я на максимум скорости плыву просто потому, что как-то я уже... У меня столько кислорода, что я могу, в общем-то, его так расходовать, как мне кажется. Окей. Окей. Кстати, вот эту рыбу можно ловить или нет? Мне интересно. Выглядит как будто бы можно. Бам. Ха-ха. Блин, капец, она маленькая. Давай поймаем. Почему бы и нет? Прикольно. Прикольно. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Blue Hat Tailfish. Не знаю, из этой рыбы надо, наверное, 5 таких рыб, чтобы сделать одно суши. Но окей. Так. Найс. Это сделали. Кстати, барракуду можно тоже живу поймать. В общем-то, почему бы и нет. Я не знаю, можно ли ее отправлять на ферму. Это все-таки хищная рыба. Но надеюсь, что можно. Посмотрим сейчас. Берем. 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 12 килограмм. В принципе, у нас веса, ну, как бы еще много. Поэтому я думаю, что можно даже кого-нибудь еще более-менее крупного поймать. Ну, средненького, скажем так. А пока что плывем дальше вниз. Нам еще 60 метров. Надо проплыть. Здесь все вроде бы понятно. Я не буду ловить эту рыбу. Скорее всего, на нее нужно будет батискав. Самый я вряд ли смогу ее вытащить. Все, мы в нужном нам регионе. Хорошо. Нам в любом случае понадобится фонарь. Туда, к сожалению, без фонаря не попасть. Эта штука мне особо не нужна. Но я ее возьму, потому что мой ножик тоже довольно-таки отстойный. Давай эту рыбу тоже возьмем себе. Ай, блин, по-моему, я не могу пока что глубоководных рыб, если я не ошибаюсь. Я, скорее всего, не могу их на ферму добавлять. Там вроде от 0 до 50, и от 50 до 100 это максимум. Кажется, по крайней мере, мне. Но я точно не уверен. Но посмотрим. Так, это все берем себе в любом случае. Почему бы и нет? Здесь у нас, скорее всего, кирка. Или фонарь. Да, кирка. А фонарь, значит, где-то здесь. Так, уберем. Да, фонарь тур. Окей, я думаю, что мы довольно быстро сейчас доберемся до морских людей. И посмотрим, что же они все-таки нам хотят сказать. Другой вопрос, что у меня кислорода не очень много. Вот это, конечно, да. Это меня немножко напрягает. Надеюсь, что мы сможем... Ага, есть. Есть ракушка. Хорошо. Кислород максимум. Здесь у нас глайдер. Шикарно. И мы можем спокойненько... Давай. Попробуем, что же говорит нам наш переводчик. Вы меня слышите? Что? Как человек говорит на нашем языке? И какое интересное создание. Его тело отличается от того, какие мы людей обычно видим. В любом случае, я представлюсь. Меня зовут Сувам. Я, значит, лоудвеллер. Не знаю. Какой-то подводный человек. Да, я самый храбрый и самый крутой среди них. Меня зовут Дэйв. В нашем языке Дэйв, значит, сломанная туалетная крышка. Так. В любом случае, этот человек, это дочь вождя морских людей, Раму. И ее похитил вот этот кальмар. И она теперь не может прийтись в себя. Так. А он должен был ее охранять. Вот в чем проблема. В любом случае, ему нужны медицинские... Этим. Травки. Медицинская травка. Фезер коралл и лили коралл. Хм. То есть, это меховой коралл и лиловый коралл. Так. А где мне его добыть-то? Я, вроде бы, таких даже и не припомню, чтобы я их видел. Хм. Слушай, было бы неплохо, если бы он хотя бы подсказал, где мне их искать. Потому что я, честно говоря, без понятия. Так. У меня здесь не написано? Не, нифига. Смотри, они какие-то очень необычные. Блин. Я не знаю, где мне их искать. Первый раз вообще слышу что-то подобное. Так. Давай наверх. Может быть, здесь что найдем? Блин. Ребята, а это вообще на глубине надо делать? Или же это... Надо наверх подниматься. Вот в чем вопрос тоже. Не совсем понятно. Так. Здесь кислород. Запоминаем это. Ой. Так. Ну... Ой. Аппаратно. Я чувствую, что с этим будут проблемы. Потому что, честно говоря, я без понятия, кто там мне плыть. Так. Ладно. Давай попробуем что-нибудь поискать. Может быть, что-нибудь найдем. Опа. Уже нашли. Неплохо. Неплохо. Первый найден. Меховой коралл. А, фейзер это, наверное, перо. Перо коралл. Типа такого. Какие-то семена нашли. Хорошо. И здесь... У нас кислород. У нас кислород. Давай возьмем. Используем. И обратно это берем. Так. Вот эта штука прикольная, конечно. Мне она нравится. Но особого... Что можно? А. Разбирать можно предметы. Я лучше возьму ядовитый гарпун. Меня, в принципе, устраивает. Я не думаю, что есть смысл гасить этого угря. Огромный вопрос. Потому что в нем как бы особого смысла нет. Мне кажется. Так. Где мне найти теперь второй коралл? Вот этот. Лиловый коралл, как он сказал. Будем искать сейчас. Интересно, смогу ли я это сделать? О, кстати говоря. Интересно. Лопата. Но я ставлю себе на всякий случай кирку. Если вдруг найду, что хочу раскопать себе. Окей. Еще одна лопата. Не знаю, нафига мне несколько. Я надеюсь, что найду за один заход. Это было бы... О. Смотри. Походу, дело там. Ну, поплыли. Попробуем, может быть, достать. Не знаю, получится или нет. Такс, такс, такс. Окей. И сюда. И там тоже подсвечивает. Посмотри. Я, видимо, пропустил. Либо просто плавал не там. Но сейчас я думаю, что я должен его найти как раз таки. Я надеюсь, что это... Нет, по-моему, тот же самый коралл. Блин. А нафига мне подсвечивает то, что у меня уже есть? Алло. А, нет. Нет, он лиловый. Есть, оказывается. Окей. А, это... Блин. Тут акула. Аккуратно надо. Что там нафиг. Так. И если я правильно понимаю, то мне сейчас куда-то... Нет, не сюда. Блин, как же в воде сложно ориентироваться. Во. Вот как можно найти вообще это место? Я не знаю. Поплыли. Поплыли. Аккуратно. 140 кислорода. В принципе, должно хватить, мне кажется. В принципе, должно хватить. Плюс у нас здесь капсула есть. На всякий случай, конечно, лучше ее не использовать, потому что... Так, а мне сюда вроде бы, да? Или нет? Капсулу не хочется использовать, потому что придется заново в таком случае собирать все предметы. Это, конечно, было бы не особо весело. Слушай, нет, по-моему, все-таки туда. По-моему, все-таки туда. Но у меня уже 100 кислорода. И я помню, что я использовал там ракушку. И, соответственно, там восстановить кислород не получится. Поплыли поскорее. 100 кислорода пока еще норм. Плюс, опять же, я знаю, где капсула. Но все равно немножко стремно. Окей, да, нам сюда все правильно. Фу, ну за один заход получилось, ребят. Это хорошо. Это хорошо. Все, я все принес. Держите, мадам. Кому отдавать-то? Hurry up and get ingredients. Ребят, нужно не только... Нужно не только собрать. Нужно еще и еду приготовить из этих ингредиентов. О, боже мой. Почему ты мне сразу это не сказал, чувак? Я тут сидел, думал, что же надо сделать. К счастью, в, так сказать, квестовом меню более подробно это все расписано. Хорошо, в таком случае отправляемся на капсулу И, я думаю, можно возвращаться обратно Мы с вами сделали все, что должны были Кстати, у меня есть три дротика Может быть, я могу еще кого-нибудь поймать Если тут рядом кто-то есть интересный В принципе, почему бы и нет Я не думаю, что их можно будет забрать К себе Кстати, интересно, могу ли я его Скорее всего, не могу Нет, не могу, я потратил себе три дротика Но уничтожить эту рыбу Довольно сложную на самом деле Не знаю, возможно, что Ее как-нибудь и можно Можно с сеткой, возможно, ее поймать Но, по крайней мере, не усыпляющим дротиком По всей видимости Так, хорошо Что делаем дальше По-хорошему надо отправляться к банчу Я так думаю, отлично, мы нашли то, что должны были Теперь нужно Сделать Да, нужно отправиться к банчу Чтобы он приготовил что-то съедобное Из этих кораллов Кстати говоря, смотри, сколько у меня Блэкспот, Сибрэм Что это такое? А, это икра как раз-таки Ты посмотри, сколько я икры нашел Офигеть Это круто Это круто Ну, давай попробуем Отправиться к рыбе И посмотрим, что мы можем сделать Сейчас из этой икры Блин, очень круто, что Есть такая штука Мне прям нравится, честно признаться Подожди Один день, говорит Так, блин, а что, я не могу никого добавить, что ли? Блин, у меня просто икра есть Я не могу ее использовать пока что Видимо, в следующий день смогу Давайте отправимся к банчу Попросим его, как бы, что-нибудь приготовить Наверное, из кораллов Которые мы сделали Так Да, их нужно сделать Можно сделать из них кашу О, банчо Просто профессионал своего дела Я так и знал, что он сможет И если кто-то и сможет То только он Да, он доволен В коробочку красивую И пожалуйста Так, ну что Я так думаю, что На самом деле Этим можно будет заняться и потом А вот что нужно сделать Скорее всего Кстати, я могу как-нибудь Давай тренировку сделаем Для нашей Официантки Чтобы она получше могла Разносить еду А то она, конечно, молодец Но нужно как-то это побыстрее Все делать И, возможно, нанять Кого-нибудь еще Хотелось бы мне Но никого нанять не могу Хм Давай Нужно флайеры развесить Наверное Или По телевизору дать Рекламу Нет, наверное, флайеры Я думаю, что этого будет достаточно Давай кого-нибудь наймем Чтобы все-таки Кто-то мог К нам прийти И помогать банчу И мне тоже И официантке нашей Ну, короче, всем помогать Так Давай мы ее еще потренируем Раз никто пока не пришел Потому что Очень важно, ребят Чтобы мы могли О, она, кстати, научилась еще и Наливать Этим Наливать Чай Очень хорошо Слушай, давай, наверное, еще ее качнем Я хочу, чтобы она прям хорошо умела все делать Хоть это и дорого Но я думаю, что теперь она будет намного лучше Замечательно Кстати говоря, у меня для тебя кое-что есть, дружище Держи Опа Покормил котика Нормально Это самое главное Ну и, в принципе, у меня еще один заход есть, ребят Я думаю, что, в принципе, можно отправиться на лодку Наверное, я сейчас применю магию монтажа И мы отдадим с вами вот эту новую кашу Которую приготовил Банчо Этим морским людям Магия монтажа сработала И вот мы снова здесь Фу, ну что, надеюсь, что каша от нашего шеф-повара поможет И вылечит эту женщину Морскую женщину Рамо, это коралловая каша Я приготовил, сам говорит Вот наглый, конечно, капец Так, ну, давай Да, все получилось, отлично Банчо, как обычно, он просто красава Умеет справляться с такими вещами Так, чувствует намного лучше, говорит Не могу ничего вспомнить После того, как увидела эти ужасные щупальца Человек? Что человек сделать здесь? Ну, думаю, что я тебя спас Я победил гигантского кальмара И принес коралловую кашу Это правда? Нет, Рама, это не так Я тот, кто это сделал Так, и она приказывает, чтобы я ее отвел к ее деревне Раму, конечно Ой, точнее, этот Сувам хочет сам Но он, типа, ей не нравится Потому что он врун и ничего, никак ей не помог Так, и мне нужно ее еще и на спине вести Так, я что-то вообще не уверен, что это хорошая идея, честно говоря А Сувам просто уплыл Нет бы защищать нас Так, окей, но мне кажется, что это будет сложно Уже даже по картинке понятно, что это будут определенные проблемы Так, но Рама будет, да, нам немного помогать Он будет вот этих червяков отпугивать Ну, поехали, давай попробуем Так, мне надо ее держать Поплыли Что-то я, конечно, немножко переживаю, друзья Если честно Так, ну по дороге буду смотреть Будет ли что-то интересное Вот здесь, например Потому что мне бы глайдер очень помог Но глайдера, к сожалению, нет Поплыли Так, ну что, друзья Вопрос, конечно Еще вопрос, насколько далеко мне плыть Так, а ты мне помогать не планируешь здесь? А-а-а Она сама мне подсвечивает А не он подсвечивает Все, понял Блин, прикольно Ну, хорошо Это, конечно, плюс Но, а я ускоряться даже не могу с ней Вот это, конечно, минус Так, дай-ка я возьму патроны На всякий случай Мало ли что Поплыли дальше Так, что, что ей не нравится Так, следи за тем, чтобы Раме не стало плохо Нифига себе У них прям свечение какое-то из них исходит Которое этих червяков убирают Это, конечно, здорово Но, блин Мне бы не помешала помощь С тем фактом, что там акула снизу плавает Насколько я помню Причем Офигенно Огромная акула Насколько я помню А у меня из пушек Извините Только Только Усыпляющий дротик Что произошло? Что за вибрация? Что-то случилось Так Она думает, что что-то случилось в деревне Окей Поплыли Куда? Туда, наверное, да? Окей Ускориться я, к сожалению, не могу Но буду плыть Насколько быстро Насколько смогу Так Хорошо Да, мы плывем в сторону акулы Ребят Сто процентов Я уже эту местность более-менее знаю И мы плывем в сторону чертовой акулы Хотя, кстати говоря, я ее не вижу И крабов не вижу Походу убрали Походу убрали Что ты уже устал Неси аккуратно Да блин, я несу Несу Хватит останавливаться Каждый 15 метров Ну Я готов Поплыли дальше Что поделаешь? Ничего не поделаешь Так, здесь есть кислород В принципе, я думаю, что хорошая идея будет Немножечко кислорода Занюхнуть Чтобы Вообще не переживать на этот счет И плывем дальше Кстати говоря Мне вообще теперь, по-моему Не показывают, куда плыть Я вообще не знаю Правильно ли я плыву И здесь еще взрывная фиговина Капец, блин Ребята, это вообще не норм Это вообще не норм Как? А почему этот чувак проплыл? Даже ничего не сделать С медузой этой взрывной О, боже мой Я, к сожалению Ничего не мог с ней сделать Разве что усыпить, возможно Ну да, можно было бы, наверное Но я что-то уже поздно Про это подумал Честно говоря Так, и 220 метров Слушай, мы уже близко К довольно критическому Так сказать Критической глубине Но я надеюсь, что глубже Уже не надо будет плыть Все Рамо Путь заблокирован камнями Ага Что происходит? Вот, видимо, что вызвало Эти вибрации Су, вам что-нибудь придумай Пока мой отец не разозлился Может быть, возможно А, вот, ребят Да, мы что-то подобное видели Как раз не так давно Но как заставить их упасть? Айси стейк Так, может быть, можно ее вытащить Но Я пораню руки Если у меня будут только такие перчатки Короче, нужно покупать перчатки, ребят Нужно покупать перчатки Да, да Нам доктор Бекон сделает новые перчатки Но для этого придется оставить Даму здесь Блин, что-то как-то это вообще не прикольно То, что мне придется еще и возвращаться сюда Кстати, скорее всего, нужно будет купить еще и Улучшатель для Глубины Потому что Здесь уже глубина не очень хорошая А мне, по ходу дела, придется глубже погружаться Ай, блин Я не знаю Я не знаю Что делать Кстати, могу успеть краба? Чисто такой вот вопрос Интересный Не знаю Не буду пробовать Короче, нафиг, ребят Я не буду рисковать Просто поплыли отсюда На базу И Да, мне нужно не только перчатки улучшить Но и Акваланг Для того, чтобы я мог глубже нырять По ходу дела Это именно в этом вопрос Фу Ну и погружение выдалось, конечно, опасное Но Главное, что вроде бы все получилось Да, он очень рад, что мы нашли Морских людей И Теперь Он Завтра нам скажет Что там насчет Новых перчаток А мы тем временем Нашли много новой икры Много новой рыбы Но Это уже завтра Дорогие друзья Не забывайте Ставить лайк Подписываться на канал Пишите комментарии Все это будет Очень даже полезно Для развития канала Увидимся уже совсем скоро В новом видео До скорой встречи И Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok